Знание о освобождении тканей, ну, как бы, поскольку, ну, в зависимости от того, какая ваша задача, куда уйти, кинезиологию, там, мастеропатию или аспорт-экспертира, вот, если вы все-таки еще тренеры, то можно как-то вот использовать, там, более простые команды, более простые техники, да, чтобы помочь этой линии освободиться, да. Вот, например, то, что мы сегодня делали на мастер-классе. Ты была сегодня в 11 часов на мастер-классе? Нет, поэтому мы ее не располагаем. А вот если бы ты полежала на мячах сегодня на мастер-классе, ты бы по-другому сделала. Согласна? Мы бы что, увидели раскрытие здесь, мы бы увидели раскрытие здесь, раскрытие здесь, поэтому сейчас представляй. Смотри, да, когда ты будешь сейчас опускаться, представь, что твоя ткань сзади начинает растягиваться в сторону, да, то есть расширяться не туда, думай про ногло, а про то, что ты начинаешь как-то чуть-чуть расширять в сторону. Давай пробуем. Мягко тканешь штык, расширяешься в сторону, да, то-то-то, плечи тоже в сторону. Понимаете, куда я веду, да? Как будто я хочу футболочку в сторону растягивать, да. То есть я даю пространство позвоночникам, куда мы начнем делать артикуляцию, да, потому что, если мы говорим, как на пилатусе, говорим, не хватает артикуляции. Хорошо, да? Вот мы позволяем сделать артикуляцию, но многие еще стоят на месте. Давай, давай, давай. Ну, уже лучше. Согласна? Уже лучше. Она вот просто здесь освободила, представила футболочку уже, и ее даже немножечко... Мы истинную картину увидели, у нас другая линия повела руки. Хорошо, все с непроектом. Итак. Спасибо.